Всех приветствую! Сегодня вам будет представлено к вашему вниманию очередное шоу общения с очередным недееспособным нотариусом. Почему недееспособным? А это моё личное сугубо индивидуальное мнение, имею право так считать. Потому что лицо, замещающее должность частного нотариуса, исполняющий обязанность, заместитель по фамилии Гуленкова, город Рязань, она незаконно, с моей точки зрения, отказала в нотариальном заверении, в предоставлении нотариальной услуги, как слуга, который оказывает услуги. Слуга отказалась от услуги заверить документ, который ей был предоставлен, абсолютно никак не аргументируя. Понимаете? Просто вот моя левая нога не хочет, и я этого делать не буду. Потому что потому, что кончается на У. То есть мы уже обсуждали тему нотариусов. Нотариусы – это такая особая каста, это такие царьки, белая кость, голубая кровь. Они считают себя, значит, лицами, да, особыми приближёнными к императору, где народ, который к ним приходит, ну это так, какая-то серая масса. Мы к ним приходим просить, в просительной позе. А они благосклонны или неблагосклонны, да? Они так свысока, с барского плеча. Ну хорошо, мы вам заверим. Только ваш договор не подходит, я буду писать свой договор по нашей установленной форме. Вы должны им заплатить хреновую кучу денег за услуги правового характера, технического характера. Хотя есть целая куча уже решений Верховного Суда о том, что они не имеют права навязывать услуги те, в которых вы не нуждаетесь. Вы можете прийти со своим договором, и они обязаны заверить, например, подпись, да, то, ради чего вы к ним обращаете. То есть я считаю, нотариусы – это та каста лиц, замещающих должность в коммерческой фирме, да, всем нам известной, которые особо, понимаете, зажрались, просто зажрались от безнаказанности и от беззакония, который творится. Так вот, один из представителей нотариусов по фамилии Гуленкова, она даже не могла объяснить, на каком основании она отказывается. Она не смогла объяснить ни одной статьи. Но зато она, значит, когда человек не знает, как действовать, она совершает звонок другу, да, что Гуленкова делала многократно, звонила другу, видимо, вышестоящему опекуну, покровителю, так как у всех недееспособных всегда есть опекуны. Ну, вы знаете про это. То есть она постоянно звонила, советовалась опекуну своему. Вот, что делать? Потому что пришли такие нестандартные клиенты, которые не хотят быть рабами и серой массы, и стадом, и начинают, значит, что-то требовать от неё нестандартное. И, конечно же, она обратилась за помощью к другу под таким названием организация ЧОП, по-моему, ЧОП Тайфун. Ну, вы увидите это на нашивках. Значит, она думала, что сейчас приедут бравые ребята с ЧОП Тайфун, скрутят нас, нам руки, наручники оденут. Она им, вы видите, вы видите этих граждан из кабинетика, а те сказали, а мы не можем, у нас нет такой компетенции, у нас нет таких полномочий выводить граждан. Тогда она пошла ва-банк и вызвала полицию. Ну, думала Гуленкова, уж полиция точно их скрутит мордой в пол на день, наручники, запихнёт воронок и с мигалками увезёт, и посадит в СИЗО суток на 15. Ну, нет, представляете, и такого не произошло. И Гуленкова сидела, хлопала своими нарощенными ресницами, когда полиции, значит, представители, мило, пообщавшись, приняли у меня заявление о преступлении на саму Гуленкову, представляете? Вызвала полицию, а в результате заявление о преступлении на неё же написала я. Вот, так, всё это шоу сейчас будет вам представлено для поднятия настроения всеобщего народного. Вот, и пока мы ждали полицию, мы с этими чоповцами очень мило обсудили статус Российской Федерации, статус СССР, граждан, народа, значит, истотного, коренного, такого-сякого, то есть расширяли правовое сознание, значит, товарищей чоповцев. Тоже, ну, кому интересно, может посмотреть, кому неинтересно, может промотать. И вот, знаете, о чём я ещё хотела поговорить? Такой момент, на который некоторые не обращают внимания, кто-то даже не понимает, но есть видящие, которые видят и показывают тем, кто не видит. Вот, смотрите, в СССР должностные лица женского пола, да, с грудями и с попами женского пола, рода, с телами женскими, они были завуалированы, им было запрещено красить красной помадой губы, им было запрещено наклеивать ресницы, хотя в Советском Союзе тоже были накладные ресницы, красить красные ногти, сантиметров там по пять, ходить на высоких каблуках, одевать короткие юбки, распустила Дуня косы, а за нею все матросы, вот это вот было запрещено, то есть волосы по их стандартам у должностных лиц женского пола были убраны в прическу, то есть вся вот эта вот косметика, вся вот эта побрякушки вот эти цацки, они не допускались. Почему? Потому что те, кто приходят на рабскую работу, работать на работодателя за рабскую зарплату, они из мужчин и женщин превращаются в должностных лиц. А что такое должностное лицо? Вспоминаем русский язык. Кто? Оно. Оно, должностное лицо, без роду, без племени, это некий субъект среднего пола, оно. Так вот, на работе нету никаких мужчин и женщин. Вы очень часто, зрители, дорогие мои, да, случайно особо зашедший на канал, путаете и не понимаете разницу. Мужчинами и женщинами они становятся, как только они снимают маску должностного лица, вот как только они перешли порог своего служебного помещения, как только они покинули свое рабочее рабское место, они превратились в мужчину и женщину, которые идут по тротуару. Они превратились из должностных лиц в гражданских правоотношениях, в биологические объекты. Вот идет мужчина по тротуару, вот идет женщина. На работе нет мужчин и женщин. И вот эта черта очень хорошо прослеживалась как раз в СССР, да, потому что там очень строго за этим следили. А что мы видим сейчас? Мы видим, что должностные лица, а вернее лица, которым даже должность не дали, которые замещают должности, они накачивают губы, они налепляют ресницы, они навешивают себе цацки 20-сантиметровые, они делают себе декольте до колена, они накачивают попы, они ходят в коротких юбках, они распускают свои волосы, то есть вместо того, чтобы занимать нейтральную позицию, оно, должностное лицо, они выпирают свои сексуальные причиндалы, что является в принципе недопустимым, да, с точки зрения этики, морали, и у каждой структуры есть свой кодекс, кодекс есть, этики, где сказано о профессионализме, о внешнем виде, об уважительном отношении, о вежливости и так далее, тому подобное. Вот, то есть многие мужчины и женщины, они не понимают, что на работе они всего лишь бесполое оно. И вот яркий пример, да, вы должны понимать, что то, что я показываю, то, что я рассказываю, понимаете, мне тем или иным должностным лицом, мне детей не крестить, мне без разницы, я сегодня пообщалась, завтра забыла, но просто на таких вот ярко выпирающих примерах я констатирую и могу показывать вот это гипертрофированные вот эти вот биологические объекты, мужские или женские, которые не снимают с себя маску мужчины и женщины, не одевают маску должностного лица, они продолжают играться в мужчин и женщин, находясь на своем рабском рабочем месте, где они должны в первую очередь являться безликим оно, выполняя должностные инструкции и четко следуя законодательству, афертно-акцептному, которое для них установлено. Вот у меня по отношению к нотариусам особый пунктик, да, потому что, ну, вот такая каста, каста, которая считает себя просто вот самыми-самыми, самыми вот такими приближенными к царской особе. Вот, собственно, на этом я хотела сакцентировать внимание, да, без какой-либо личной неприязни или без личной симпатии, то есть просто есть некие примеры гипертрофированные, на которых очень хорошо прослеживается то, о чем я говорю. То есть недееспособность как документальная, да, как правоведческая, юридическая, так еще этически моральная, которая должна быть у должностных лиц слуг народа, потому что большинство должностных лиц, понимаете, они привыкли уже из года в год, когда люди, как стада, ходили на поклон, на поклон ходили к слугам народа, то есть народ себя не ощущает народом-источником власти, который исполняет власть непосредственно, народ себя вогнал в положение раба, когда он ходит и просит, прошу вас предоставить то-то и то-то, прошу вас сделать то-то и то-то, выделить мне, а по сути это слуги. И я вам уже говорила, если вы пишете куда-то обращение, не пишите, прошу вас, не будьте в просительной позе раба, будьте в позе хозяина, хочу и желаю получить то-то и то-то от тебя, слуга народа. И вот тогда сознание будет меняться, как у одних, у массы рабской, с рабским сознанием, так и у других. Вот эти царьки будут падать со своих пьедесталов, понимаете? Потому что, находясь на рабочем месте от звонка до звонка, они являются рабами, своей системы, они обязаны действовать по тем нормативно-правовым актам в рамках, они находятся в рамках, которые для них установлены. Они не являются свободными, вольными, творцами, мастерами, да, творческими личностями, они работают по регламентам. и они должны понимать, что должностные лица от слова должен и есть самые главные и самые первые рабы в системе, потому что именно для них в первую очередь установлены все регламенты, все постановления, все указы и все приказы. над человеком нету никаких границ. Человека, мужчину и женщину, рожденному на земле своих предков, не ограничивает в правах никто. То есть над нами стоит мироздание, над теми, кто живет по конам, по совести и чести. и вы не можете ограничить в правах человека, вы не можете ограничить в правах мужчину и женщину. И вот должностных лиц очень раздражают, раздражают такие, как я, которые приходят не с рабским сознанием. И эти должностные лица типа Гуленковой, да, и нотариусом, опекуном Гуленковой это Чернявская наша нотариус рязанская, которая по совместительству является председателем нотариальной палаты города Рязани. Их очень раздражают, такие свободолюбивые люди, человеки, как я, потому что я давно уже вышла из рабского просительного сознания. И они всячески, конечно же, всяческие препоны ставят для того, чтобы не делать то, что я хочу и желаю. Они пишут отказы в постановлениях, они придумывают надуманные причины, чтобы отказать, не ссылаясь ни на какие нормативно-правовые акты. Но мы же с ними играем, мы играем и мы просто фиксируем их действия, их действия. И отвечать они за свои действия безусловно будут. если уж не по закону, то отвечать вы, дорогие наши нотариусы, а на самом деле недорогие, вы будете по канам мироздания, потому что несмотря на то, что на вас одеты маски должностных лиц, то в любом случае вы все находитесь в биологических скафандрах, и в каждом из вас есть некая сущность. Так вот, ваша сущность будет за все ваши грехи отвечать по канам мироздания, потому что когда свобода воли живого человека, мужчины и женщины нарушается должностными лицами, статус которых ниже, то они за это ой как страдают, это уже доказано давным-давно, в виде болезней, в виде выбрасывания из окон, в виде пожаров, в виде различных кармических реакций, причем это делают не люди, это само мироздание вас наказывает за все ваши вот такие прегрешения, поэтому думайте, когда вы совершаете действия, когда вы нарушаете нашу волю, если вы это не осознаете умом, если вы не осознаете это разумом, то вы просто это на практике поймете, потому что это все доказано уже многократно, все, смотрим шоу. паспорт, при котором нет подписи. И нас снимают, пожалуйста, в коридорчик выведите, она у нас не записана совершенно от реального действия. В коридорчик вы не можете меня вывезти, сейчас я вам покажу почему вы меня не можете вывезти в коридорчик. Все, давайте милицию вызовем. Конечно, давайте милицию вызовем. Мы журналист, я журналист, имею право полное вести видеосъемку. Ничего не случилось. Наталья заставляет выписать документы, там что-то не лады с документами свискателя, вот, и поэтому Наталья вызовала у нас, чтобы эмулировать этот вопрос. Да, 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 мы здесь, да. Ну, здесь эта дама, она здесь сидит. Дама здесь сидит, в присутствии нотариуса. Вы в коридорчик можете граждан вывезти? Нет, они не могут. Еще раз указываю вам на вашу полную недееспособность. Значит, я здесь присутствую как журналист всероссийского издания, российский обозреватель, я здесь присутствую как представитель комитета общественной безопасности России, да, фиксирую нарушение прав человека. Значит, данный помощник нотариуса, который работает без бейджа, она не предоставила свое удостоверение, да, что она является помощником нотариуса, потому что я ее просто пока идентифицирую как биологический объект с нарощенными ресницами. Значит, она отказывается произвести нотариальное действие в связи с тем, что в заграничном паспорте, который был представлен, отсутствует роспись владельца паспорта. Она не указывает ни на какие статьи, да, подпись, она не указывает ни на какие статьи нормативно-правовые, делая этот отказ. То есть она сейчас, по сути, попадает под статью 330-ю уголовного кодекса самоуправства, потому что ее действия она объяснить не может, на основании чего она действует и на какие статьи она ссылается. Она ссылается на то, поправьте меня, если я не права, что данные указания ей даны вышестоящим начальством на различных планерках и на различных собраниях, которые проводятся в нотариальной палате, но без ссылок к каким-либо нормативно-правовым актам. Вот что здесь сейчас происходит. Далее были вызваны лица тоже, были вызваны какие-то лица, вот здесь вот справа у нее кнопочка есть, на которую она нажала, да, частная ЧОП, ЧОП-Тайфун, которые, естественно, тоже не предоставили своих полномочий, неудостоверение по ГОСТу 51-511, недоверенность в соответствии с ГК РФ 185 на право действовать от имени юридического лица. Судя по растатуированным рукам, значит, наверняка эти лица, а вот я вижу специальные, значит, знаки обозначающие, видимо, они еще были в местах лишения свободы, ну, такие в ЧОП обычно. А это мое предположение как журналиста. Предположите, предположите. Да, вот. Это просто к тому, кто у нас в ЧОПах, кто в ЧОПах у нас работает. Вот такие дела. Далее, значит, мною было написано обращение, предоставление услуги, да, вот мы видим, значит, лист. А сейчас сразу на берегу договоритесь, кто из вас крайний будет, потому что, чтобы вступить в взаимоотношения с нами, сотрудникам полиции, нужно будет официально принять заявление, кто подставится, заяву напишет. Они не могут с нами вообще разговаривать, не имея на руках заявления. А у вас тоже наколка на руке, вы тоже были в местах лишения свободы? Я вопрос задаю вам, вам в жизни упрощали. На нее все свалите, это же ее инициатива. Нам не надо ничего. Вы сами будете писать заявление. Мы сами все решим без вас. Хорошо. Значит, продолжаем разговор. Мною было написано вот это вот обращение о предоставлении нотариальной услуги, мужчина, который сидит напротив меня, как заявитель собственноручно расписался в этом обращении. и на что вот это вот значит неизвестное лицо, которое не предоставило полномочий, но мы подозреваем, что это помощник нотариуса, так как мы в ней видели помощника нотариуса. Вот, она отказалась принимать это обращение, потому что оно написано не заявителем. Вот вкратце как бы рассказываю то, что здесь произошло. Вы чисто русский, а мы русы, русы. Это разница? Конечно, есть. Рус, как белорус, а ты чей? Русский, это прилагательное. это прилагательное. А используются относительные вещи, неодушевленные предметы. Японский магнитофон, китайский чай, немецкий холодильник, русский мужик. Мужик чей? русский. Понимаете? Чей-то? Прилагательный. А вот мы русы. Мы истотный народ Руси. Нет, высшие персоны. Верно, да, мы являемся высшим источником власти. Высшим источником власти? Да, осуществляющим свою власть непосредственно. На государственной экономики верны? Конечно, я так и говорю. Институцию Российской Федерации. Третий пункт, да, абсолютно верно. Очень приятно, что вы знаете такие подробности. А что вас выглянуло, чтобы вам ночью приснилось? Нет, у нас есть генетическая экспертиза ДНК крови. Вы подтверждаете, что вы являетесь власти? Конечно, это будет все в интернете выставлено. У нас есть генетическая экспертиза ДНК крови, по которой наша кровь принадлежит к гаплогруппе Ариев, Р1, А1. Те, которые находились на евроазийском континенте 15 тысяч лет назад. Не может. Она за вас написать здесь. Понимаете? У нее нет сейчас с собой доверенности. Если была бы доверенность, мы бы заявление взяли от нее. А вы сошлитесь на нормативно-правовой акт? Где это написано? На основании чего это? У нас не может находиться в кабинете нотариальной конторы. Тот человек, кто не осуществляет какие-либо нотариальные действия. Лицо, забудьте слово человеку. Нотариуса нет человека. А вот эти лица могут находиться? Ир пригласил ее. А, вот так вот. Значит, а нас вы не пригласили? А эти лица, а вы удостоверились, что это за лица? У вас есть данные, что это за лица? Фамилия, имя, отчество? Почему вот сейчас при совершении нотариального действия два посторонних лица присутствуют в данном помещении? Как вы это объясните? Мы можем понять, что нотариальное действие временно, процесс нотариального действия временно приостановлен. Да, да. Для уяснения и вторых подробностей. Да. ты хочешь написать сам? Да. Для ускорения процесса? Да. Вопрос. На стене висит лицензия, выданная в 93-м году. Я, как представитель общественного контроля задаю вам вопрос. Лицензия не устарела? Она действует по данный момент? Перелицензирование нотариусов не производится случайно? Вы отказываетесь, да, от ответа? Затрудняетесь, наверное, ответить. Смотрите. На вопрос про лицензию ответа нет. Конечно, есть. Полномочия выдана в 212-м федерального закона об общественном контроле. Посмотрите, что это значит. это значит общество контролирует должностных лиц. Так же я являюсь. Что? Есть, конечно. Да, наш закон не знает, вы посмотрите. Позвоните еще раз в полицию, пожалуйста. У нас через 15 минут обедный период. О, как раз пообедаем с вами вместе. Здорово же. Что сегодня у вас на обед? Борщ? или голубцы? Что сказать? Что сказать? Полиция, она дает присягу народу. Понимаете, полиция дает присягу народу, а не нотариусам. Полиция никогда полиция никогда не нет. Это представитель частной гильдии бар. Нотариусы дают присягу английской королеве через гильдию бар. Вот что делает нотариус. Это частные лица, которые не указаны в налоговой, они не имеют выписки из единого государственного реестра юридических лиц. Их печати не оформлены во всероссийском реестре государственных печатей. По сути, нотариусы это индивидуальные предприниматели, самозанятые. Вот раньше были государственные нотариусы, пресс-сэр, а теперь Российская Федерация. Это коммерческая частная компания, которая зарегистрирована за границей, есть такой УПИК, у каждой корпорации есть ДУНС-номер свой. Это частная корпорация Российской Федерации. А это представитель этой коммерческой структуры, которая платные коммерческие услуги оказывает. И даже чеки не выдает. Ну, например, для бухгалтерии ты это не пришьешь. Должен быть документ бухгалтерской отчетности в соответствии с бухгалтерскими документами. Чеки они не выдают. Они всегда хотят наличные получить. Единственный нотариус, который нам дал документ отчетный, это в Краснодаре Филиппово как раз-таки единственный нотариус. Пожалуйста, что это перевод. Я написал копию перевода документа. Статья 79 основ нотариата говорит о том, что можно сделать копию с копией. А вот это вот лицо в голубом платьюшке сказала, что нельзя сделать копию с копией. что говорит о ее некомпетенции, непрофессионализме. Видите, она не возражает против сказанного. Напишите, пожалуйста, какого паспорта. заграничного паспорта, кем выйдем, когда, и что в нем не указана копия ваша. В связи с чем? Вы думаете не о том документе? Вы сейчас просите, но вы мне должны паспорт подоставить. У вас в этом паспорте нет подписи. С какой документ я должна обратиться ко мне? Вот с этого копия надо сделать. С каким документом понял, это вы от себя пишете. Вы от себя пишете. Вы пишете по обращению. Нет, у меня такого желания нет. Если у вас есть желание, вы пояснением указываете, что в паспорте отсутствует подпись. отстраивай. Хорошо, давайте мне ваш паспорт, я его отксирую и привожу к обращению. Я вам не разрешаю это тело. У вас нет на это мое разрешение. У вас лицензия есть от Роскомнадзора? В обращении напишите пожалуйста, с каким документом вы к нам обратились. Вот написано. Серия выдан номер. Кем выдан? Все написано. в котором не проставлена ваша подпись. Напишите пожалуйста, в обращении. Помойте мне в один. Я могу ногу вам сейчас показать. То есть вы согласны с тем, что у вас в заграничном паспорте не указана ваша подпись? Там именно моя подпись должна быть. Ваша именно подпись должна быть. Или вы внимательно не изучите документы и прочитаете, что там подпись владельца. А вы не владелец этого паспорта? Вы сейчас заявили, что именно моя подпись должна быть. Вы не владелец паспорта, который вы понимаете, что владельцем мог быть не только я. А кто еще? Массу вариантов можно накидать. Значит вы ходите с паспортом, который вам не выдан. Заявитель, получатель паспорта, владелец. Это абсолютно разные паспорт. Это ваш паспорт заграничный? Что вы подразумеваете под вопросом ваш? Вы меня идентифицируете в качестве персоны, фамилии, имя, отчества или владелец паспорта? Владелец паспорта. Владелец паспорта я. В этом паспорте стоит ваша подпись? Нет, не стоит. Не стоит. То есть с паспортом, которым вы обратились в совершение материального действия, не стоит ваша подпись. меня это не беспокоит. беспокоит вас, то вы здесь пишете, что обращение получило такого-то числа, поясняю, что в паспорте предъявленном выше отсутствует подпись владельца. Это вы пишете, не я, вы. То есть вы еще и не знаете ваш ли это паспорт или нет. Получается так, да? Он такого не говорил. Это сейчас вы откуда вытащили? Из какого места? Вы сейчас только что сказали, владельцев может быть многое. Много. Если лицо нееспособное, то кто с паспортом ходит, нееспособный вопрос задал. Мы сейчас говорим о конкретном случае. Сейчас я к серии. Вообще ничего не знаю. Она тупая, как пробка. Ну она не тупая, она молодая просто. Давайте это кто ко мне обратился? Ко мне кто обратился? Я в первую очередь я джентльмен. И всегда я не знаю юридически такого определения как джентльмен. здесь тупой еще раз. Еще раз. Меня не волнует ваше частное мнение. Голосы из пространства. Она не девушка. Вы находитесь в реальном округе. Голосы из пространства. вы ее назвали тупой? Голосы из пространства. Будьте любезны, извинитесь, пожалуйста. Голосы из пространства. понимаете, где вы находитесь? Она не женщина. Она здесь должностное лицо. Оно, оно. Средний род. Она здесь оно, должностное лицо. Мне не надо объяснять. Я воспитан немножко по-другому. Вы знаете, она женщина становится на улице. Она женщиной будет после работы. А здесь оно, должностное лицо. она с вами обращается вежливо. деспособны. Меня учить не будут. Никогда не учили, учить не будут. Она не вежлива. Она потратила кучу моего времени. Она все разжевала, положила постоль. Это ваше, это ваше обсуждение. А вы ее назвали Не мечите, не мечите бисер. Подожди, а печать где? Это наша. Как это не ставится? А вы нам удостоверите вашу личность? Вы нам удостоверите вашу личность? Как вам нужно? написать. Фамилия мячества полностью, скобка. Ну подожди, сейчас мы еще полицию будем ждать, с ними еще будем взаимодействовать. Мне еще письм отправлять, письм еще отправлять. И так не получим разжим большим. ну конечно я теперь отказался вообще это делать. Конечно, пошли. Я полицию буду ждать. Я ее не поздовал. Это что за фигняка? Меня здесь задерживают? Кто меня здесь задерживает? Никто не задерживает. Ну вот и все, закрыл рот. Пошли. А я полицию хочу подождать. Иди, 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 иди. Ты иди, иди. Это иди. А я буду полицию ждать. А что? Ты сейчас полудня здесь проведешь. Да что, нормально? Я хочу посмотреть, как полиция будет в этом случае реагировать. Понимаешь? Интересно же. Для нас это опыт. Ты иди. Сейчас посмотрим, что она полиции скажет. Как полиция прореагирует. Для нее это опыт, что полиция ни хрена ничего не сделает. Понимаешь? Всегда же бывает одно и то же. Видимо, она еще ни разу не вызывала. вы позволяете в своем присутствии на своей территории, своей, грубо говоря, юрисдикции вступать в диалог со своими клиентами недееспособных лиц? Что она сама недееспособна? Ну, грубо говоря, этот дуракин вообще деревянный по поясу. И он что-то мне еще пытает предъявлять. А ты же, ну, если она сама недееспособная. Что ты такие вопросы задаешь? Да такой. Я, наоборот, хочу остаться. Повзаимодействовать лишний раз с полицией. Я люблю с ними взаимодействовать. Вот, смотрите, вот, смотрите, вот давайте возьмем для интереса то, что вы считаете деньгами, да? Вот, смотрите, например, 50, да? И вот мы смотрим. якобы 50 рублей, да? А здесь написано билет Банка России. Что такое билет? Это вексель, билет. Если вы не знаете, вексель, это долговая расписка, долговой обязательств. вот эта бумажка, в отличие от денег, от рублей СССР, на каждом рублей СССР было написано, что обеспечено золотым золотовалютным фондом. Вот эти вот бумажки, это просто фантики цветные, то есть они ничем не обеспечены, понимаете? Далее выпущены они Центральным Банком России, в уставе которого написано, что Центральный Банк России, он подчиняется ФРС и он не несет обязательств по обязательствам Российской Федерации. А Российская Федерация не несет обязательств по обязательствам Центрального Банка. То есть по сути мы пользуемся вот этими бумажками, которые даже не принадлежат РФ. То есть все, большая фикция, большой обман. Не говоря еще про кода валюты. 810-й. Что такое код валюты? Код валюты, это есть 810-й и 643-й. Выставляют счета, например, в 810-х кодах. Помните была деноминация? Деноминация, помните, была? Вот смотрите, 4 рубля. Да. Государственный, казначейший билет. Абсолютно верно. Так слово билет-то, что у вас билет? Обеспеченный, золото там написано. Написано, написано. Государственный. А здесь вы слово государственный видите? Ну вот она, 3 рубля. Вот это, что на ней написано. Смотрите. Вот смотрите. Вот написано подделка государственная казначейская билет. Вы слово государственный видите? Слово государственный. А на современных бумажках Вот где-то слово государственное А вы скажите, вдруг вы не придете Мы обязаны отреагировать на ваши обращения С руками мужики постоянно пьяные В телевизоре видят А вот сидит милый, прекрасный Я сейчас про судья говорю Смотрите, раньше при СССР был товарищеский суд Они были в костюмчиках А сейчас они что на себя нацепили? Черные мантии с манишками Это английское право Торговое, адмиралтейское Гильдия бар И нотариус у нас туда же Она разве в Манте? Нет, она не в Манте, нет В Манте в суде То есть все это, по сути, под оккупацией Находится в Великобритании сейчас В колонии В Великобритании? Ну потому что Я, может, в Нигерию бы уехал Там теплые бананы Так уезжайте Я говорю, что Русь Я бы согласился, я лично согласился Под оккупацию Нигерии Если вы считаете, что Если вы считаете, что Наша страна Именно на том месте, где я проживаю А что вы страной называете? Я Русь называю Русь Я называю свой город Своего коллеги по работе Еще одного коллеги по работе Вот это моя страна Она вас коллегой считает? Это моя семья Это моя страна Это природа вокруг моего дома Да Это мой дом в деревне Это могила моих предков Да Дедов Знаете, в какой момент? Когда вы просто мужчина Но когда вы должностное лицо Вы оно Должностное лицо Немножко разное воспитание Нет, это не воспитание Я говорю сейчас Меня вот учили Женщин не бить Что бы ни случилось Пальцем не сметывались Смотрите Вы сейчас говорите На языке мужчины Да Я вам сейчас говорю У вас должностные инструкции Если женщина будет стоять с автоматом Вы ее тоже бить не будете? Нет Если она будет стрелять В других людей Если она будет стрелять У меня есть своя инструкция Вот Как должностного лица Правильно? Если вам Там есть ряд причин По которых я не могу ее тронуть Да, я знаю Даже если она будет с автоматом Да, я знаю Вот она у меня инструкция Мы регулярно проходим проверку Это понятно Вы даже по сути притронуться не можете к человеку Ну притронуться Ну не столь важно Есть ситуация Рукоприкладство, да Нет, когда вы преступление предотвращаете Это и гражданский контроль Это любой человек может предупредить Но в первую очередь Я воспитан так Чтобы я делал себя как мужчина Хорошо, что такие как вы есть Хорошо, что такие как вы до сих пор еще есть Но большинство Те, кто сейчас работает В органах исполнительной власти Это биороботы просто Зомби С которыми приходится сталкиваться каждый день Понимаете? Они не удостоверились, кто перед ним А у вас, извините, еще перебил У вас деньги ваши есть? Вот паспорта я так понял Деньги? У вас есть валюта какая-нибудь? Смотрите В вашем этом В чем вашем этом? В вашем мире А в каком мире? Я на земле живу Я живу, я не кручусь Я живу Хорошо, я немножко не так высказался Вот у нас Среди взаимозачетов с ним Со мной Да Билеты Банка России Билеты Банка России И я ими пользуюсь И я ими пользуюсь Потому что вынуждена Если вы считаете, что По крови вы элита Нет, я такого слова даже не произносила Вы сказали, что мы по крови Идем там вообще Нет, я такого слова не говорила элита Я всего лишь говорю с точки зрения филологии Рус Рус И русский Рус это существительное Русский это прилагательное Японский магнитофон Немецкий холодильник Хорошо, вы сказали, что вы рус Я себя самоопределяю как рус Вот, вы себя самоопределяете Да, да У вас есть наверняка контингент Такие же люди, как вы Которые себя тоже Ну не контингент Ну я образы назвал Да, да Что вы тоже русы Да, русы Да, русы Вот смотрите Ставите немножко на другую Нет, мы не ставим Вот смотрите У меня данная нация Да, даже написано Вот смотрите, нотариальное Удостоверение, видите Русы народа Руси Раса Арий То есть у меня раса прописана Даже в нотариальных документах То есть я пользуюсь вот этой персоной Раса Арий Арийская раса В смысле? Нотариус Нотариус У меня таких документов куча Я вам сейчас ЗАГСовский документ покажу Это установлено Государственный суд Доверенность у меня Можно, конечно Это мое самоопределение Как я себя самоопределяю Вот у меня согласие на вывоз моих детей Тоже моя раса указана И так далее Куча нотариальных документов А, кстати Кстати, смотрите Доверенность Доверенность Представляете Атеев Атеевой доверяет Сейчас мы полиции это покажем И тоже написано Русы народа Руси Какая прелесть Это ваша национальная одежда? Просто это мое платье любимое Понимаете? Просто мое любимое платье А вот, например, форма 1П Знаете, что это такое? Форма 1П Это когда паспорт получают Когда паспорт получают Да? Кто изображен? Это в архиве МВД Понимаете? Нужно перевернуть Да Конечно Понимаете? Все принято Все принято системой Просто есть некие должностные лица Есть некие должностные лица Они некомпетентные Они низкоквалифицированы Да, она нам отказывает услуги Квалификация нижайшая Понимаете? Нижайшая Вот, смотрите ЗАГСовский документ Русы народа Руси Росарий ЗАГС Пожалуйста ЗАГСовский документ Вот, Русы народа Руси Росарий ЗАГСовский документ То есть Начиная с уровня ЗАГСа С актовой записи Да Дальнейших документов Основанных на актовой записи И прочим Вот это вот А кто в Конституции указан? Источник власти Народ Руса Народа Руси А у вас где-нибудь фигурирует Что вы народ? Проще говоря Если не задокументировано Не задокументировано у кого-либо То это кто-либо По умолчанию является кис-лицом А народ Он человек Мужчина Только в своей фантазии Да Понимаете? То есть Мы совершаем ряд Юридически значимых действий Можно однозначно Оштрафовать Посадить за решетку И подъем Кстати Это художественный Вот это все Вы спрашивали У меня очень дорогая вещь Вот это вот Ксю тварь Вскусство Это как на заборе нарисовать Да? Каляку-маляку Да И Айвазовский Это как документ Удостоверяющий личность Понимаете? Вы живете в своем правовом поле У вас документ Удостоверяющий личность Постой А те персонажи Живут в своем правовом поле По понятиям И у них свои документы Удостоверяющие личность Это купола Песни Понимаете? Они в своей юрисдикции Вы в своей Все мы находимся В материальном мире Вот можно пойти Дерево потрогать Земли пожрать Воздух ощутить Воду Воду попить Понимаете? А есть виртуальные Воображаемые Правовое поле Юрисдикция Вот это все в фантазии Границы Они в фантазии Разница большая Это как-то дееспособность Кто этого не понимает Он по априори Не дееспособен Вот о чем речь У нас 9% На 7 дней Хорошо А какие у вас критерии Определения Не дееспособность Масса Ну хотя бы там Сейчас Вот сейчас вот я вам сказал Непонимание вот этого Что настоящее Что воображаемое Это уже прям все Клиника А должностные инструкции Для кого? Должностные инструкции Для должностных лиц Это очевидно Здравомыслящие Это понимают Они роль никакой не играют Виз Роль никакой не играют Для кого? Для персонажей А для должностных лиц Что сказать? Должностные инструкции Это инструкции Действия Должностные лица Уже скрумливаются Должностные инструкции Нет подписи Значит документ Не юридический Не бураль уже из самой формулировки должностной инструкции уже следует уже понимание для чего и для кого они используются предназначены это очень видно есть понятие ум и разум разные понять есть человек и гражданин или разные понятия не служили нет вообще не служил и не служил и не прислужил если на нас кто-то нападет там будут звать добровольцы на кого на вас нападут на рязань вашей фантазии кто нападет кто-нибудь представитель там допустим другой планеты моей планеты другой планеты не с планетой земля если мои планеты то я буду на стороне тех кто будет с моей планеты в вашем воображении я объясняю что вам это было понятно потому что я вам отвечу если в реальности с точки зрения разумного ответа не поймете даже не услышите да я вот пытаюсь погибче что меня в этом или тяжеловато получается если я вам сейчас начну элементарные вещи по относительно браво разъяснять и тех будете знаете как вы это же проявленное множество разума и уже давно объяснять мне ничего не надо будете меня слышать из моего рта будут вылетать звуки знакомые буквы складываются слова а смысл вы понимать не будете потом у вас появится чувство сонливости отвлеченность внимания усталость вялость не может и больше не сонливость допустим агрессия вот такой врач не берете тоже вариант у каждого разная тоже вариант ну и зачем вам возбуждаться пытаться у меня какие-то знания попросите не обязательно возбуждение в чем она нам за это заплатит вы сейчас уйдете в полицию я наверно на тарию скажу там и она вам за это заплатит и она вам за это заплатит ну так или иначе смотрите то есть смотрите у нас в любом случае есть ограничение свободы передвижения применения незакона физической силы правильно согласно действующей инструкции сотрудниками я не превысил свои полномочия а вы кстати даже не представились сотрудник вы даже удостоверение не показали вам я не имею права ничего показывать я обязан показать либо нет либо сотрудникам то есть тому тому против кого вы применяете физическую силу вы даже не обязаны объясниться кто вы есть у меня не форма у меня все написано ага вот так этого достаточно это по вашим инструкциям да то есть вы его имеете право бить толкать я его не бил и не толкал ну у меня заснято там будет выяснено что это к чему это можно они не могут съемку запретить опача к нам в интервью контору записан был Атеев Атеевич женщина к нам не записана из кабинета не заходит и удостоверение личности свое не дала паспорт у нее отсутствие не представилось на каком основании находится здесь непонятно то есть ее нужно пожалуйста в коридорчик а паспорт разве ты не доставала? которая же доставала? нет паспорт конечно доставала удостоверение личности я ее не знаю а у нас же все на видео вот этот паспорт вам не предъявлялся? паспорт осмотрите пожалуйста а я им не даю а я им не даю не действительно а я им не даю этот паспорт я еще сейчас буду я сейчас у них сейчас буду еще полномочия спрашивать я сейчас с них еще не уходят к кому не обращаться? не представилась как ко мне обращаться? смотрите прежде чем ко мне обращаться давайте вы мне скажите кто вы предоставьте удостоверение по ГОСТу 51511 с печатью 4,5 см и доверенность от Гусева на право действовать от имени юридического лица вопросы вы наверное наше подразделение задавайте я участвую полномочной полиции беревка Алексея Сергеевича ну вы же понимаете да что оно у вас действительно красная вот эта печать конечно же я вам не предъявлю вы же понимаете а на основании того что вы в соответствии с 615 приказом МВД пункт 53 не удостоверили сейчас свои полномочия вы не предоставили доверенность но у меня для вас есть другой документ у меня есть сообщение о преступлении так как я здесь нахожусь как официальный представитель разрешите знакомство? ну нет конечно а как мы будем вам верить что вы на основании смотрите здесь сейчас происходит здесь сейчас происходит какая ситуация секунду тебе для взаимодействия с ними вам нужно друг другу удостоверить личность ну как друг другу обращаться как взаимодействовать так ты в каком-то качестве уступаешь там хотя бы вот я как русы народа Руси сейчас уступаю документ покажи подожди а что я вам буду показывать если они сами еще мне не удостоверили ну ты то со своей стороны ты же неспособный ну давай хорошо вот пожалуйста нотариальное заверенное свидетельство да я выступаю как не 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 я не буду передавать то есть смотрите многократно взаимодействую с Гусевым да пишу сейчас сообщение о преступлении об отказе о выполнении нотариальных действий и о том что нотариус вызвала вот этот чоп тайфун они применяли физическую силу к моему мужу и закрыли дверь на защелку то есть незаконное да незаконное удержание и ограничение свободы передвижения вот поэтому как бы я вам сейчас хочу передать сообщение о преступлении а потом заеду к вам на Энгельс и заберу куст ну как всегда все благодарю я сейчас дописываю и вам отдаю просто меня тут отвлекают постоянно на секунду данные данные ты командовать будешь его напиши или вы сообщите я сняла я сняла на видео она к нам за интериальные действия не обращалась а у меня доверенность есть я не видела и ваш пастор тоже а у меня доверенность есть представляете а у меня доверенность есть нет они это не умеют делать а ты давай я сообщение о преступлении допишу давай я сообщение а ты давай я сообщение о преступлении допишу сейчас ребятам передам и все и на этом наше взаимодействие закончится вы их не подстрекаете к совершению противоправных действий на услугу оказываемой нотариусами она не обращалась я не знаю как ее зовут и как не обращалась так закрыв изнутри входной замок сейчас я посмотрю это у нас у кого какое ограниченное по-моему 53 у них появились основания если ложный вызов то это это одно если не ложный есть причина вызова тогда должно быть заявление заявление должно было быть от кого-то из вот из билетней или от вас понимаете я почему изначально говорил вы на берегу договоритесь и поизусть крайне будет но она вот решила за вас это сделать она пишет заявление по сути все равно от кого принимать вообще какое-то объяснение потребуется свою точку зрения выложите сейчас понимаете в чем дело полиция как таковая это юрлицо и она не занимается правоохранительной деятельностью это коммерческая организация с целью извлечения прибыли если бы с этого доход был они бы этим занимались а так как нет там будет это отказ на возбуждение уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления все просто они вот возьмут этот документ на основании этого документа возьмут ваше объяснение вашего напарника на этом все закончится он там сроки лежит то есть необходимо необходимо провести проверку по факту правонарушения и привлечь к ответственности данную преступную гарпировку галинкову и сотрудников черта которые ограничивали свободу передвижения видеофиксация будет предоставлена пока не толкаются и дверь закрывают группировку писать нельзя это не установленный факт следует писать группы лиц по предварительному сговору или как то так то есть нельзя лепить ервыки залепить грубо говоря ервык признать чью-либо вину назвать кого-то должником виновным преступником можно лишь на основании решения суда до этого все это лишь домыслы досужие домыслы вот под видео запись вам выручаю пожалуйста то есть как бы это мы приняли да это вы приняли момент еще какой какой объясняю со своих слов значит мы обратились к лицу который представился как помощник нотариусом за совершением нотариальных действий ей было отказано совершенное нотариальных действий после того как я стала требовать сослаться на нормативно-правовые акты на основании которых она отказывает она нажала кнопочку под столом да слева приехали вот эти вот лица значит с нашивками тайфун закрыли дверь применяли физическую силу к моему мужу то есть ограничили свободу перемещения о чем я собственно уведомила в сообщении преступления от вас требуется только принять все и рассмотреть сделка с кем должно было состояться видеофиксация не сделка а удостоверительная смотрите записывалась на прием я у меня есть диктофонная запись моего аудио обращения я сказала что я с мужем приду делать доверенность когда он будет со своей персоной на мою персону то есть у меня есть диктофонная запись далее он предоставил ей паспорт на Атеева Атеевич да а у меня есть при себе нотариальная доверенность что я официальный представитель я взгляну чуть-чуть да конечно спасибо что я являюсь официальным представителем то есть все необходимые документы для того чтобы я законно находилась в данном помещении они имеются но так как данный нотариус с моей точки зрения не обладает должной квалификации компетенции то есть она совершила незаконные неправомерные действия по отношению ко мне прежде чем доверенность считать нужно доверить личности за доверенность посверить паспортные данные я ему дала это сейчас по личному желанию она не совершает какие-то действия совершать или контракт на основании этого документа в контексте того что она сказала она показывает объект о чем была речь я вообще имею право сейчас вообще ничего не предоставлять так как он мне свою полномочию не удостоверил я это делаю просто даже с доброй воли как человек к человеку чтобы ему было понятно раз он уже сюда приехал сейчас доверенность да то есть я имею доверенность данное лицо не показала не удостоверение нотариуса не предоставила доверенность о том что она имеет право действовать от чернявской вот в отличие от всех вас здесь присутствующих у меня есть и документ удостоверяющий личность и доверенность действовать от имени персоны мужчины которые действуют персоны я единственный человек вместе с ним здесь кто действует по вашим законам понимаете паспорт нам предъявите ваш чтобы мы его все видели я его не видела я вам сейчас ничего больше предъявлять не буду мы с вами взаимодействие закончили я сейчас осуществляю взаимодействие с другими должностными лицами давайте тогда покинем вот территорию и будем сейчас он дочитает сейчас он дочитает паспорт а что мы никуда не торопимся я в рамках 212 федерального закона вообще тут до вечера могу сидеть могу рейды устраивать приходить к вам контролировать ваше внутреннее действие спасибо благодарствую все расходимся ну че подружку мою выкусила спасибо спасибо